Девушки отдыхают 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 Вот мы видим, что даже Канаты здесь порваны Давайте еще раз посмотрим Настоящий бой титанов Тяжеловесов Не выдерживает Даже рейдж. Даже рейдж. С этим происшествием возникло. Ну а уже все готово к возобновлению. Смотрим дальше. Снова бросается Кенни Гарнер вперед, в атаку. Прихватил он корпус. Прихватил он корпус. Есть трикдаун со стороны американца. Кенни Гарнер. Наносит несколько ударов Кенни Гарднер. Сверху, конечно, Кенни любит вот эту работу в партере. Так называемую возню. У него очень хорошо получается изматывать своих соперников. Не избежал этой участи практически ни один побежденный Кенни Гарднером боец. Но при этом Кенни бывает не всегда готов функционально к трехраундовому бою. И частенько сдавал уже даже в первые пяти минутки. В последнее время это случалось с ним несколько чаще, чем раньше. Но при этом Кенни Гарднер всегда оставался очень опасным и серьезным противником для любого своего оппонента. И никто не мог воспринимать Кенни Гарднера не всерьез. Но на самом деле Кенни Гарднера очень сильно любила публика. За него болели, за него переживали. Когда у него были травмы тяжелые, ему как могли помогали. Поэтому, конечно, стиль Кенни, хоть и был не очень для зрителей смотрибелен, но, тем не менее, американца очень сильно любили у нас в России и всегда тепло приветствовало. Кенни был бойцом, который не пускал слова на ветер. Он всегда говорил, что думает, и всегда очень уважительно относился к каждому своему оппоненту. Я помню, как он приехал как-то на один из турниров в Грузии, посвященной памяти Гураму Гнаунишвили, с которым у Кенни Гарднера была трилогия. И как Кенни принял эту утрату на себя, соболезновал родственникам, это, конечно, было очень трогательно с стороны американцев. Ну, вот здесь мы видим, что Кенни бросается вновь вперед. Он, конечно же, хочет выиграть эту схватку. Снова попытка провести тейкдаун. Взял в захват ногу. Константин Глухов, как может, встречает соперника, насколько это возможно. Но при этом все равно бойцы оказались на канвасе. А тем временем остается 30 секунд до конца первого раунда. Джефф Монсон на ваших экранах. Константин Глухов пытается удержать шею, но сделать это крайне сложно. Все-таки очень мощный Кенни Гарднер. И на моей памяти лишь Гураму Гудинишвили удавалось провести удушающий прием в их первой встрече. И Кенни Гарднер тогда потерпел поражение. Но вот сейчас наблюдаем лучшие моменты первой пяти минутки. Субтитры подогнал «Симон»! И так поединок возобновляется. Тут же Константин Глухов попытался провести удар с разворота. Кенни Гарднер оказался готов к этому удару. По-прежнему он поддавливает. Он понимает, что нужно не давать пространство Константину Глухову, поскольку именно вот в таких амплитудных ударах Константин и хорош, когда у него есть для этого дистанция. Когда дистанция сокращается, Константин уже чувствует себя не в своей тарелке. И сейчас Кенни Гарднер вновь с легкостью переводит соперника на канвас. Кенни наносит несколько ударов по корпусу. Тут же переводит на голову. Константин Глухов пока просто пытается сдержать натиск. И очередной удар с разворота от Константина Глухова вновь неудачно. Кенни Гарднер по-прежнему в атаке. И гнет он свою линию. Он желает работать именно в партере и только в нем. Оно и понятно почему. При этом мы видим, что Константин Глухов не пытается выбраться из этого положения. Скорее он пытается огрызаться в каких-то эпизодах. Но в большинстве своем он уповает на рефери, который может поднять его в стойку в случае, если поединок будет проходить в невысоком темпе и при отсутствии удара. Вот сейчас удалось все-таки поймать Константину Глухову. Кенни Гарднера на ошибке. Оказался он сейчас в выгодном положении. Можно наносить удары. Марко Бройерсон предупреждает, что не стоит бить в затылок. А вот, кстати, Кенни Гарднеру активно советует Джефф Монсон. И, похоже, он ему и секундирует в этом бою. Бросается вперед Кенни. И вот сейчас он уже начал откровенно уставать. Мы видим, что появляется шанс у Константина Глухова. Все больше и больше ударов он наносит. Но при этом Константин тоже уже откровенно не съезжий. Как следует приложиться Глухову пока не удалось. Очередная попытка достать справа. И тут же в корпус. Но пропускает в голову от Кенни Гарднера еще одна атака от американца. Константин принимает ее на себя. Пробивает сейчас колено в корпус. Нужно оттягиваться Константину. Ни в коем случае не застаиваться у канатов. У него есть шанс поработать с дистанции. Как можно дальше от соперника. На выгодном для себя расстоянии. Справа очень здорово наносит удар Константин. Взял Кенни Гарднер в корпус вновь в захват. Не давай, не давай. Не давай. Не давай. Да уйди от него. Ну да. Акшен. Да, молодец. Работает. Вытолкни. 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 Вытолкни мы вас. Не давал дать. Ну да. Мы видим, что бойцы уже откровенно, конечно, устали. И пауза, которая будет через 40 секунд, придется как нельзя кстати. При этом Константин здорово нанес хайкик. Но если бы Глухов был посвежее, я думаю, что таким вот ударом точно мог бы Кенни Гарднера и на канвас отправить. Снова пробивает по корпусу Константин. В любом случае, сейчас Кенни Гарднер снизил активность, он копит силы. И нужно Константину Глухову этот момент в любом случае использовать. Не удается. Однако, оказывается, он снизу. И завершается таким образом второй раунд. Наблюдаем еще раз лучшие моменты. Ах, вот представьте, если бы этот удар пришелся в цель. Или вот этот. Но как все видит Кенни Гарднер, как все чувствует и вовремя уходит. Прекрасное, конечно, чувство тайминга у американца. Очень вовремя может уклониться или провести контрприем. Вот очередной хайкик и снова в молоко. Третий раунд. Бросается вперед Константин Глухов. Попытался пробить флайни, не получилось. Снова встречает Кенни Гарднер. Еще одна обоюдная атака. И вот сейчас здорово. Константин Глухов действует. Несколько ударов достигают цели. Однако не развивает сейчас Константин. Снова уходит в сторону. И теперь уже попадает справа Кенни Гарднер. Такая рубка откровенная началась в третьем раунде. И, конечно, на радость зрителям. Это то, чего ждали от бойцов. Еще один удар наносит Константин. На этот раз по корпусу. Очень, конечно, непросто придется судим, если поединок дойдет до конца. Абсолютно равный бой. Но вот я думаю, что третий раунд должен стать решающим. Поскольку в первых двух явного победителя мы не увидели. Хотя, конечно, стоит признать, что Кенни Гарднер в первом раунде смотрелся немножко поинтереснее за счет тейкдаунов и контроля в партере. Но при этом во втором раунде уже был не столь активен. И хоть ему и удалось Константина Глухова бросить на канвас, тем не менее, там он его удержать не сумел. Вот сейчас очередной тейкдаун со стороны Константина Глухова. Вернее, со стороны Кенни Гарднера. Он сверху. И может работать в гарде. Очень плотно прижимается к Константину, чтобы Глухов не мог провести какой-либо прием. Но стоит признать, что Константин Глухов и не пытается их проводить, в принципе, никогда. Скорее всего, вот сейчас хотя бы была попытка забросить ноги. Но неудачно. Рефери бойцов поднимает стойку. Голи. 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 Хайкик пробивает очень здорово сейчас Константин Глухов. Тут же наносит удар по корпусу. Кенни Гарнер все принимает сейчас на себя. И, конечно, вот эти пропущенные удары не идут ему в актив. У Кенни Гарнера просто не осталось сил. Но и не так много сил осталось у Константина Глухова. Я думаю, что здесь целесообразно было бы поработать руками. Не тратить силы на хайкики, не тратить силы на удары коленями. А вот именно руками старый добрый английский бокс пришелся бы как нельзя кстати. Вот Константин иного мнения. Пробивается разворота в корпус. Еще один удар в область печени летит. Глухов сейчас смотрится интереснее. Кенни Гарнер ничего не может противопоставить. Мы видим, что здесь бэк элбол наносит Константин Глухов. А это запрещено, поскольку удар локтем недопустим. По правилам М1 можно бить бэк фист. То есть удар кулаком с разворота. И остается минута до конца третьего раунда. Константин пробивает лоу. Наносит удар справа в голову. Еще одна атака. Мы видим, что Кенни Гарнер по-прежнему идет на соперника вперед. Но уже без ударов, уже без попыток провести тейкдауны. Не бросается он в ноги. Просто принимает все на себя. Уже даже не уклоняется от атак. И при этом стоит признать, что Константин Глухов за счет этого третьего раунда, я думаю, должен одержать победу. Остается 20 секунд до конца. Но при равных первых двух всегда учитывается третий. Третий, как мне кажется, остался за Константином. Конечно, давайте еще раз посмотрим. Еще посмотрим на последние 10 секунд этого поединка. Но вряд ли что-то здесь изменится. Все-таки бойцы невероятно устали. Да, бой завершен. И осталось услышать вердикт судей. Раздельным решением судей победу одерживает Константин Глухов. И он выходит в следующий этап гран-при тяжелого веса М1. Вот таким получился этот поединок, друзья. И я на этом с вами прощаюсь. Для вас работал Давид Кучешвили. Смотрите канал М1Глобал. Болейте за наших ребят. И не забывайте заниматься спортом. До будущих побед! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. С вами Давид Кучешвили. И я представляю вашему вниманию поединок между Вячеславом Василевским и Александром Шлеменко. Этот бой прошел в рамках турнира М1 Челлендж 64. Первый полуфинал гран-при 2016 года. На ваших экранах Йен Фриман и он сейчас представит нам бойцов. Вячеслав Василевский 27 лет. 85 килограммов, 179 сантиметров. 27 побед и только 3 поражения. Двукратный чемпион мира по боевому самбо. Чемпион Европы по боевому самбо. Чемпион России по рукопашному бою. Бывший чемпион М1 с полутяжелым и средним веса. Вячеслав Василевский. И его соперник. 31-летний Александр Шлеменко по прозвищу Шторм. Представляет команду «Новый поток». Двукратный чемпион гран-при Беллатор. Представляет «Росфайтеры» и «Стормфайтинг» школу. Пожалуйста, приветствуйте Александр Шторм Шлеменко. 84 килограмма, 180 сантиметров. Александр Шлеменко. И у вас есть пара Марко Пуэссен. Ред корнер, белый корнер, центр 3. Два знают правила. Три раунда, 5 минут. Минуты лапы, под ноги. Минуты головы, минуты головы. Итак, последнее наставление от рефери Марка Бройернсена. И сейчас бой начнется. Долгожданное противостояние. Все мы хорошо знаем этих бойцов. Их сильные стороны, коронные удары. И сейчас понаблюдаем, как они смогут или наоборот не смогут применить их друг против друга. Александр традиционно работает в правосторонней стойке, но с легкостью может ее поменять. Посмотрите, как начинается эта схватка. Тут же Александр обрабатывает корпус Вячеслава. Мидлкиком. Пошел на него вперед, но сейчас уже немножко отдал инициативу. И коронный бэкфист от Александра Шлеменко. Любит он применять этот прием. И очень часто этот удар становится неожиданным для его соперников. Но на этот раз Александр не сумел донести его до цели. Вячеслав оказался готов. Очередной мидлкик в исполнении Александра Шлеменко. Вячеслав присматривается. Сейчас была неплохая атака. Попытался достать справа и затем добавить боковой удар. Очень хорошо действует Вячеслав в стойке, но поединок переходит в партер. Сверху Вячеслав Василевский. Провел он несколько атак по корпусу. На бот и на бот и на ручку. Вячеслав очень уверенно работает в партере. Любит проводить тейкдауны, бросать своих оппонентов и атаковать из позиции маунта. Но вот сейчас мы видим, что бойцы находятся в гарде. Александр уверенно защищается. Сковывает движение Вячеслава. Но, конечно, Александру комфортнее работать именно в стойке. Это его стихия. Призывает Вячеслава возвращаться в полный гард, но не торопится. С этим делом Василевский. Пытается изменить позицию Александр Шлеменко. Закрывает замок. Обрабатывает Вячеслав корпус. И переводит на голову. Очень грамотная работа со стороны Вячеслава. До этого поединка Вячеслав одержал победу над Кристианом Пираком. А перед этим потерпел поражение Трамазана Имеева. Что касается Александра Шлеменко, он бился с висубеем и намотой. Одержал победу единогласным решением судей. Очень грамотно Вячеслав контролирует Александра в партере. И вот посмотрите, какая активная работа с его стороны. При этом мы не видим особо акцентированных ударов. Лишь на обозначение на данный момент работает Александр. Вернее, Вячеслав. Пытается выбраться Александр Шлеменко, но пока не получается. Вячеслав очень мощный, атлетичный спортсмен. С огромной физической силой, прекрасной техникой работы в партере. И вот сейчас мы видим, как он ее сполна применяет. Удерживает Александра по-прежнему на конвасе, но вот не спеша Шлеменко поднимается. Здесь можно Вячеславу подключать в голову колено, но решил снова выполнить подсечку и перевести бой на конвас. Тут же поднимается Шлеменко. Работа в клинче. Вот сейчас возобновляется поединок в стойке. И пошел вперед уже Александр Шлеменко. Пытается войти в клинче. Подключает колено точно в корпус. И не одно. Есть несколько атак. 30 секунд до конца первого раунда. И еще совсем ничего не ясно. Хотя, конечно, определенное количество времени. Вячеслав Василевский проконтролировал Александра в партере. И наверняка преимущество первого раунда за счет этой самой работы в партере будет за ним. Но, тем не менее, посмотрите, как уверенно действует Александр Шлеменко в стойке. Бросается на своего соперника. Тут же выполняет Вячеслав подсечку. Мы уже видели неоднократно попытки выполнить эту самую подсечку с его стороны в первом раунде. И стоит признать, что процентов 70 было удачным. Вот смотрим лучшие моменты. Первого раунда. Стоит признать, что Александр Шлеменко не столь уверенно смотрелся в партере, как в стойке. Ну, посмотрим, каким получится второй раунд. Возобновляется бой. И тут же бросается Александр в атаку. Мидлкик и несколько ударов. С рук. Хорошо обработал корпус. Но Вячеслав отвечает джебом. Грамотно встречает. Александра. Активно перемещается Вячеслав. Понимает, что в размене с Александром лучше не оставаться. Слегка опустил Александр Шлеменко руки. Но при этом все равно защищается очень уверенно. И посмотрите, два бэкфиста подряд попытался провести Шлеменко. Ну, а Вячеслав все видит. Раздергай, раздергай его, раздергай его. В правую сторону. Справа, вернее слева попадает Александр. Прижимает канатом Вячеслава Василевского. Пытается тут же Вячеслав выполнить очередную подсечку. Аперкоты и удары с колена. Доходят до цели со стороны Вячеслава Василевского. Лоу-кик. На этот раз от Александра. Еще один очень мощный. И отвечает слева через руку. Вячеслав Василевский. Еще один удар проходит у Вячеслава. Отталкивает Шлеменко оппонента от себя. Попытался достать с разворота. Вячеслав Василевский. Лоу-кик. Вновь попытался Александр Шлеменко выбросить бэкфист. Но снова молоко. Изучил хорошо Вячеслав своего соперника. Оно и понятно. Колоссальный опыт у Александра Шлеменко. Выступление в различных организациях. На различных турнирах. Вот посмотрите. Сейчас выбросил апперкот. Справа Шлеменко. И попытался тут же добавить слева. Но все эти атаки парируют. Вячеслав Василевский. Снова встречает джебом. Пытается быть подвижным. Вячеслав не застаивается на месте в рейдже. Очень мощные у Шлеменко лоу-кики. Пытается подсушить ноги. Вячеслав Василевского. Левый зайдет сбоку. Не стой, не стой, не стой. Пошел, 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 пошел. И проходит удар справа у Вячеслава. На правую сторону. Шлеменко принимает эту атаку на себя. Снова старается выйти на жесткий обмен ударами. И посмотрите. Раз за разом натыкается на джеб Вячеслава Василевского. Однако сейчас удар у него прошел. Очередная попытка пробить с разворота. И снова удачная атака от Вячеслава Василевского. Немножко в скорости Вячеслав выигрывает у Александра Шлеменко. Посмотрите, добавляет справа. И просто-напросто во втором раунде не успевает Александр догнать соперника. Достать его. Вот сейчас еще один удар. На этот раз со стороны Александра прошел. Чуть меньше минуты остается до конца второго раунда. У нас равная борьба. В этой пятиминутке мы не наблюдаем работы в партере. Вячеслав решил поконкурировать с Александром Шлеменко в стойке. И удачные моменты у него были. Попытка достать джебом со стороны Александра. И снова он натыкается на джеб от Вячеслава Василевского. Попытка достать бэкфистом. Еще одна атака Александра. И снова бэкфист. Пять секунд до конца. Второй раунд. Бросается в ноги. Александр Шлеменко решил удивить в концовке раунда Вячеслава. Но тейкдаун не состоялся. А мы тем временем наблюдаем лучшие моменты. Ну что же, друзья, вы все видели сами. Яркий, бескомпромиссный бой. И он возобновляется. Третий раунд. Бросается вперед Александр Шлеменко. Достает соперника несколькими ударами. И пытается сейчас реваншироваться. Вячеслав Василевский. Если, конечно, сравнивать количество урона, который бойцы друг друга нанесли, чисто визуально, то, конечно, Вячеслав в данный момент имеет преимущество. Призывает Александр Вячеслава идти на него. И сейчас справа великолепно Шлеменко попадает. Очередная попытка Бетфиста. Еще несколько ударов. Грубый обмен. Принимает все эти удары на себя Вячеслав Василевский. Пропускает. Оказывается на канвасе. Атакует с бокового контроля Александр Шлеменко. Но нужно ногу освободить. Призывают Александра подниматься. И работать в стойке. Хотя и из этой позиции можно извлечь выгоду. По крайней мере, сейчас активно атакует Александр Шлеменко. Сверху набрасывает удары. Старается Вячеслав сковать движение своего соперника. Придерживает одну руку. Но, конечно, удары все равно летят. Пусть и вскользь, но в цель. Зал скандирует Александр Александр Александр. Попадает Вячеслав справа. Две минуты остается до конца третьего раунда. Миддл кик точно в корпус. Пробивает Александр Шлеменко. Тут же следует лоу-кик. Уходит в сторону Александр. Понимает, что Вячеслав сейчас будет идти на него вперед. Будет идти в атаку. Так как он проиграл эпизод, им нужно реваншироваться. Подхватывает. Попытался подхватить ноги. Вячеслав Василевский. Но Александр оказался к этому готов. Захватывает инициативу. Работает сейчас Вячеслав первым номером. Старается повалить в партер Александра. Как это было уже в первом раунде, где получилось проконтролировать своего оппонента Вячеславу. Хорошо навстречу попадает Александр. С левой руки. Оба бойца уже очень сильно устали. И прекрасная, просто восхитительная подсечка со стороны Вячеслава Василевского. Он оказывается сверху. Забирается в маунт. Вячеслав Василевский разворачивается, при этом рискуя отдать шею. Александр Шлименко. Есть проведение удушающего приема. Освобождается Александр. Но позиция по-прежнему была опасная. Тем не менее, удается ему подняться. 20 секунд до конца третьего раунда. Снова обмен. Ну что ж, этот бой завершен. Теперь дело за судьями. Выиграл? Я надеюсь, что он тоже выиграл. Выиграл? Да, выиграл, выиграл. Он ничего не делал. Он не забил опросить. Подиск, подиск, подиск. Второй забрал. Давай, давай, давай. Александр спрашивает у своих секундантов, выиграл ли он бой. Те подтверждают. Но решать не им. Решать боковым судьям, которые уже вынесли свой вердикт. И мы ждем лишь объявления результата. Стоит признать, что много было разговоров после этого поединка о справедливости решения. Но именно из-за такого равного боя, из-за интересной схватки бескомпромиссного поединка, был назначен матч-реванш между этими бойцами. Решать боковым судьбой. Решением большинства. Александр Шлеменко одерживает победу раздельным решением судей. На ваших экранах Сергей Бадюк. Александр Шлеменко. Александр Шторм Шлеменко. Недоволен этим решением Вячеслав Василевский. Безусловно, он расстроен. Наши аплодисменты славе Василевскому. Вячеслав Василевский! Но, как говорится, хочешь победить, не оставляй дело судьям. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Это был М1 Челлендж 64. Первый этап Гран-при. Я на этом с вами прощаюсь. Для вас работал Давид Кучешвили. Смотрите телеканал М1 Глобал. Болейте за наших ребят. И не забывайте заниматься спортом. До будущих побед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ladies and gentlemen, this is an M1 challenge bout in the welterweight division. Now, let me introduce your fighter in the blue corner. This fighter is 23 years old. He weighed in at 77 kilograms. He stands 175 centimeters tall and has an unbeaten professional record of four wins and no losses. Representing the Republic of Ingozentia, Ахмад Харан Оздоев! And now, welcome his opponent in the red corner. This fighter is 22 years old. He weighed in at 76.9 kilograms. He stands 175 centimeters tall. He has a professional record of six wins. One loss and one draw. Representing fight spirit team Colpeno. Danila Breghaza! And the referee for this battle, Lukaš Bosádzki. Rahmat Han, Danila, center of the ring. Hey, fighters, no drills. He listens to my commands all the time. When I say stop, he stops. That's what goes. Back to corners. The referee of this battle will be one of the most strong referee in the world. Lukaš Bosádzki, representative of Poland. Well, that's what we expect from this battle. Very bright. That's what we expect from this battle. That's what we expect from this battle. It's a very good win for Daniel. That's what we expect from this battle. It's a great kick. It's a good kick. It's a very bad kick. That's why we expect some kick attack. The strength of our team, dear friends, is to say Stanislav Harlamov. думать успел вовремя в этой схватке мы ждем ждем зрелища добрый вечер добрый вечер уважаемые телезрители да вполне возможно что нокаут сегодня будет в этой схватке и даже не беру себя предсказать кто-то может здесь победить хорошие соперника очень интересного до него великолепно просто великолепно видимо второй бой подряд данила ввязывается в рубку и пока что пока что оба стоят на ногах поняли что легкой жизни не будет чтобы сегодня очень тяжело очень придется много ударов видимо обоим вытерпеть да вот это был ураган страстей конечно сейчас в рейдже обменялись обменялись соперники такими атаками это то что любят зрители то чего все больше и больше появляется на турнирах и ван челлендж потому что больше и больше бойцов с поведущих ударный стиль боя приходит к нам да мы слышим что и данил и ахмат хан здорово сейчас раскачали публику и вы видим ахмат хан вроде пошатнулся об этом еще замечательно потрясающий бой вот это рубка дверь осамахи столкнулись на ринге просто никто не хочет уступать никто никто сейчас не может отдать лишнего сантиметра земли потому что идет битва просто не на жизнь а насмерть потрясающе сумасшедшие сумасшедшие противостояния оба парня просто огромные молодцы да тут конечно вопрос как долго они смогут держать такой темп потому что темп просто ураганный конечно обоих и требующий очень очень больших затрат вообще физических сил да и моральных тоже вот мы смотрим у нас такая открытая стойку ахмат хана как бы заманивать данилу да но мы видели как он конкретно контрит здорово поэтому возможно он может себе позволить это хотя тут вот любой удар может жить вот увидим первый номер попытался сработать и попал но тут же данила отвечает мы видим что ни одно атакующее действие одного бойца не остается безнаказанным да со стороны другого то есть да выходит выходит данила из угла показывает что болтачок глаза стоп да 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 даже сам ахмат хан обращаясь сейчас внимание рефери как бы да благородно очень поступил лаздоев не кинулся на соперника видишь показывает как тай тайм ну а что сейчас виталий шатковский посмотрит глаз данилы вот в этом обмене что-то влетело конечно там пальцем получилось но но будем надеяться что все будет нормально с глазом данилы где-то очень бы не хотелось такую остановку время ну да конечно это очень очень бы печально было большая з пользоваться шкаф resumes колеса находится прям состоянии таком заряженным заводится заводится не sindang чтобы не остывать с улатка просто сумасшедшие конечно просто сумасшедшие да мы видим запах манкан когда был в нейтральном углу подошли его секунданте но лукош сразу сказал что нет нет um секундантов быть не должно должен нейтральном углу боец ожидать в одиночку продолжение боя. Никто не должен ему помогать. Данила, видимо, просит некоторое время на восстановление. Но мы все очень ждем этого восстановления, потому что мы хотим продолжения именно этой схватки, именно этой битвы. Ну, опять же, да, если ради того, чтобы этот бой продолжился в том же ключе, нужно это время на восстановление. Думаю, стоит его дать. Парни, вы только темпа не сбавляйте потом. Это то, что мы ждали от вас. Так, ну что, вроде бы Данила пришел в себя, вытирает его Лукаш. Да, ух ты, что было. Ну-ка, посмотрим. Ну, наверное... Да, пришлось. Да, пожалуй, ты что, такой вскользь прошел. Итак, ну что ж, поединок у нас продолжится. Ахматхан Аздоев против Данила приказы. Меняет стойка Данила, наносит мощный удар. Ахматхан такой, вот знаете, он прямо не выглядит не то, что не потрясенным, он просто как скала. Мне даже кажется, что каждый раз, когда Данила попадал, более агрессивным становился Ахматхан. Да, похоже, да, ему вот это нужно, чтобы завестись, ему нужно соперника подпустить. Вот именно, да, именно в группу он шел, было видно, то есть... По-моему, даже ему лучше, когда соперник инициирует именно атакующие действия, с тем, чтобы потом на него накинуться. Интересный стиль, конечно, у представителей Ингушской республики. Вот такой открытый, как бы стоит, казалось бы, стойка борца, но... Никакой борьбы, только удары. Да нет, здесь борьбой что-то и не пахнет вообще, за 4 минуты ничего не было даже. Напоминаю, еще в борьбу. Здесь исключительно трубка в стойке идет. Удар коленом, но по воздуху, но продолжил Ахматхан это движение. Вот мы видим, да, не очень Ахматхан спешит с атакующими действиями, если Данила как бы дает ему это, да, возможность. Но Данила прицеливается сейчас. Прицеливается, а Ахматхан, в свою очередь, видимо, ждет тоже момента для контратаки, поскольку увидел, что контрить он может, и отлично у него это получалось. Ну и плюс оба поняли, что такая рубка на встречных курсах, это реально 50 на 50 для обоих. 50 на 50, да, как и есть. 30 секунд остается до конца этого раунда, мощный лоу-кик наносит Ахматхан. Ох, идет он вперед и нарывается на мощнейший удар. И вот мы видим, да, снова, как только он потрясен, и тут же еще агрессивнее он отвечает. Ахматхан просто встает, как пружина с пола. Да, потрясающе бой. 10 секунд, 10 секунд первого раунда, бэкфист. Бэкфист с ударом, еще один удар. Ахматхан сейчас пытается перевести Данилу в пактор и звучит гонг в этом потрясающем месте. Сумасшествие, сумасшествие, дорогие друзья! Такому бою стоит аплодировать стоя. ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, второй раунд. Что на этот раз вы нам покажете, парни? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинает Данила, но сейчас, в отличие от первого раунда, он свою атаку не продолжает, он ее не развивает. Он уже прочувствовал, что Ахмат-хан как будто силу только набирает в те моменты, когда в него удары улетают. А вот Ахмат-хан таковал и здорово через руку пробил. Данила тоже такой заводной парень. Как раз вот именно тут именно сошлись два человека, которые больше всего любят настоящую хорошую драку. Ну да, и тут мы видим, тут достаточно одной искры. Вот буквально одного атакующего движения, и тут же оба готовы вступить в размен. И вот идет вперед Данила, комбинацию выбрасывает. Чуть более сейчас осторожный стиль боя выбирают оба бойца. Уважение показывают друг другу. Кто же первый начнет сейчас вот это сумасшествие, которое творилось в первом раунде? Гаджимурат Караев подключился в углу Ахмат-хана. Словно сам, ты что время теряешь? Да, как мы говорили, конечно, в том темпе, в каком прошел первый раунд, очень сложно так все три раунда выдерживать. Даже один очень немногие могут выдерживать. Поэтому неудивительно, что сейчас темп немного упал. Более такой выжидательный характер боя. Ну, скорее всего, это, опять же, до первой удачной атаки кого-то из бойцов. Ну да, кто первый зацепится, грубо говоря. Вот если эти парни сейчас сцепятся, опять мы увидим снова первый раунд. Хороший удар дается при газе. Вот попадает Данила, да. Ну, Ахмат-хан, ну, настолько вот он невозмутимо выглядит. Да, абсолютно. Выражение лица абсолютно не меняется. Только когда по нему попадают, начинает он ускоряться и отвечать очень здорово. Хороший такой сейчас выстрел удался при газе. Но, опять же, одиночный. Ахмат-хан ушел от него. Еще один. Насколько крепкий боец у Ахмат-хана Сдоев, да, еще помимо того, что упорный, он еще и очень, у него еще и, конечно, умение держать удар очень большое. Не, не только, да, умение держать, он, причем, что интересно, он не просто выживает на автомате, да, он реально отвечает. Как только, как только он пропускает удар, он активизируется, не давая сопернику эту атаку развивать. Очень-очень интересный стиль у представителей Ингушетии. Да, этот стиль, я думаю, ему сейчас прорубает дорогу в Рейшн-Ван-Челлендж. Ну да, да, ох, и здорово сейчас Данила попадает. А тут Данила прорубается сейчас через защиту Ахмат-хана. Сейчас пошатнулся Ахмат-хан, вот сейчас ему очень будет тяжело. Пытается он сейчас в ногу пройти Даниле, Данила старается вырваться. Вот сейчас все-таки удалось ему по тонажу, видимо, ударов он добился. Да, видно было, наконец-то Ахмат-хан был потрясен таки, но мы видим, приходит в себя и не только приходит в себя, но еще и сейчас в гарп может забраться он к Даниле, практически и забирается уже. Ошибся сейчас Данила, вот немножко, немножко вот это вот кавалерийские наскоки, горячность Данила, она, конечно, ему плохую службу несколько раз играла, сейчас он пытается сходу... Да, поспешил вместо того, чтобы зафиксироваться на спине и попытаться без лишней спешки проводить удушающий сзади. Дал Ахмат-хану прекрасную возможность не только восстановиться, но и оказаться сверху. И сейчас Ахмат-хан развивает свое преимущество, оказался он в гарде, работает активно. Свои качества Борцовский сейчас Ахмат-хан продемонстрировал, когда вот этот свип сделал. Да. Как-то он умудрился зацепить за ногу Даниле, и все. И сумел перевести его, партер. Ну что ж, второй раунд у нас завершен. Да, бой по-прежнему, по-прежнему держит напряжение. Держит напряжение, не видно до сих пор явного преимущества ни одного из бойцов. Но видно классный бой. Видно классный бой, это однозначно. Держит напряжение. Ну что ж. Уже прочувствовали силу оба соперника, безмерное уважение друг к другу. Это спорт, но на эти пять минут сейчас про уважение надо будет немножечко забыть. Ну да, и тут мы видим, что как бы ни один из бойцов, я думаю, по итогам двух раундов не может чувствовать себя в безопасности настолько, чтобы на тихой волне отбегаться и получить преимущество, достаточное для того, чтобы выиграть решение. Работать придется обоим и не сказать даже сейчас, кто ведет, кто лидирует, с каким преимуществом. Если даже лидирует, может быть, ничья по итогам двух раундов. Ну, скорее всего, да, именно этот раунд и станет решающий. Поэтому, да. Хорошая затяжная серия Даниле удается. Да, из три удара прошли подряд у Данилы, но принял их достойно снова Ахматхан. Как стоял, как скала Ахматхан так и стоит. Да, абсолютно даже не пошатнулся, не подогнулись ноги. Словно был к ним готов на сто процентов. Первый настоящий тейкдаун в этом бою. Тейкдаун и с таким очень легким таким взятием спины, которое вот сейчас Данила понимает, что лучше бы из этого выходить как можно быстрее. Ну, здесь будет сложновато, конечно, да. Сначала был там рычаг колена, переход потом на ахилл, либо на пятку. Но тут, нет, тут все это очень хорошо видел. Интересно, да, придумал Данила, но видел, конечно, все это Ахматхан. Ну, да, не даром Ахматхан все-таки из боевого самбо. Опять же, в боевом самбо достаточно много чего он выигрывал. Поэтому, я думаю, выходы на болевые на ногу для него не новость далеко. Жесткие два удара наносит Ахматхан сквозь защиту Данилы. Да, вот сейчас здесь Даниле нужно выбираться, потому что... Потому что, в принципе, вот зашел, да, Ахматхан, оказался в гарде. Сейчас гардой работает Аздоев. И гард закрывает Данила. Интересно будет посмотреть, готов ли он в свою очередь. Да, свип может быть провести, что он будет делать отсюда. В принципе, простор для действий есть у него. Не заперт он головой в углу. Три минуты, три минуты остаются до конца этого напряженничьего поединка. Ну да, Ахматхан сейчас чувствует, что, конечно, такая рубка на встречных курсах, это было здорово. Но вот именно сейчас у него... Сейчас преимущество. ...отличная возможность набирать очки именно. И с минимальным ущербом для себя. Поэтому не торопится он Даниле преимущество отдавать. Но и при этом сам пока что и гард не проходит, мы видим. Данила сейчас неплохо, конечно, подтянул под руководством, опять же, Казбека Магомедова. В первую очередь подтянул партер. Ух ты! И два и два свип, удается ли? Почти, почти Даниле удался свип. Но зато удалось подняться. Разорвал, так. Ну что теперь? Интересно, две минуты. Ну что ж. Опа, снова пошел прошел. Да, да, да. Видимо, были сделаны корректировки тренерским штабом в углу выпала капа. Пытается, пытается, пытается Данила сейчас вылезти на спину или там придумать болевой. Да, сейчас, конечно, тяжело. И силы уже не те, и оба бойца скользкие от пота. Но пытается он, да, там то ли... Да, болевой. Что-то, да, такое... Сложновато будет, слишком высоко он там сидит. Сложно сказать, чье тут преимущество-то в этой ситуации. Данила умудрился так вот подвиснуть в таком полузахвате на Ахматхане в этот момент. Да, Лукаш как бы показывает, что нужно что-то делать. Пытается, пытается, посмотрите, Данила потихонечку, потихонечку пытается вылезти, но... Да, подобрать. Но вот, судя по всему, сейчас вылезет Ахматхан, да. А вылезет Ахматхан. Да, воспользовался ситуацией. И перешел сайдмаунт. Минута, минута остается до конца этого боя. Первые два раунда прошли просто в сумасшедшей рутке. Ох, и в маунт переходит Ахматхан. Именно в тот момент, когда, возможно, ему это надо больше, чем когда бы то ни было. Но... Выходит Данила, и тут же Ахматхан идет на тейкдаун. Да, какая отразительная перемена в его... Но сейчас работает на надежность, он понял, да, как можно добиться победы в этом бою. Три тейкдауна. Здесь он понимает, что лучше действовать наверняка. Данила очень устал, мы видим. Но сейчас эти 40 секунд, возможно, они именно и являются решающим фактором. Обратный причем, да? Ну, вряд ли, вряд ли отсюда пройдет он. Вот здесь, знаете, захвата, да, как бы... Такая ситуация просто не совсем однозначно. А пытается, пытается Данила треугольник. Мы видим, неужели закрыл? Обратный треугольник. Так, и... Нет, Ахматхан спокоен абсолютно. Ну, нет, нет, там, да, там пока что... Он весь этот вернувец спальт был. В порядке остается 15 секунд. Конечно, если треугольник пройдет, это вообще, походу, будет какой-то... Нет, ну, на это не похоже. ...собъемшен года, да? Да, Ахматхан очень здорово локоть вставил. И из последних сил там держит. И... Да нет, спокойненько. Держит, показывает он, да, что все в порядке. И на этом раунд заканчивается. Раунд заканчивается. И как его судить, как судить весь этот бой, это, конечно, одна большая загадка. Одно можно сказать... Нет, как судить этот раунд, я, наверное, могу предсказать, потому что три однозначных тейкдауна и контроль со стороны Ахматхана Газдуева перевешивает все, что сделал Данила в этом раунде. Вопрос в том, кому отдавали первые два. С другой стороны, могли первые два Даниля отдать, либо же по одному. Ну, аплодируем, аплодируем. Ну, что ж, есть в этом своя логика, опять же-таки. Если в этом есть логика первых двух раундов, то есть третьего. Логика первых двух, да. Ну, опять же, любое решение можно понять, и любому решению здесь, наверное, можно найти контраргументы. При любом решении были бы люди, которые были бы недовольны исходом, я думаю, и люди, которые считали бы, что все абсолютно заслужено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...